Видишь, какие люди ходят? Сергей Лазарев. Нет, я бы просто, он бы просто разукрасил бы жизнь любого человека. А посмотри, какие у него ботинки красивые. Ты знаешь, как я его люблю. Посмотри, какие ботинки у него. Посмотри, красота. Ты знаешь, я в этих ботинках сегодня красилась. Слушай, они на самом деле очень удобные, знаешь, для самообороны. Да. Вот если кто-то, да, и все. Так ему и нужно, бабы же нападают, кисть. И все, конечно. Члены жюри. Вот один из таких членов жюри уже был сейчас фрагментарным в нашем эфире. Сергей Лазарев, его восхитительные ботинки. Сергей снова присоединяется к нам. Привет, привет, привет. Привет, привет. Все очень коротко и все очень... Только по конкурсу. Только конкурс. Только конкурс. Только конкурс. Хорошо спели. Кто? Кто? Конкурсанты. Кто? Да, хорошо спели. Первый день был отличный. Я думаю, что во второй раз, во второй день нас тоже удивят. Я очень хочу, чтобы какие-то перестановки возникли. Это всегда интересно для зрителей, когда нет какого-то основного фаворита и все до конца не знают, кто же победит. Ну да, я знаю, что система голосования изменилась в этом году. Кстати, для меня это было большим сюрпризом. И нам это сказали буквально, когда мы уже сели за стол членом жюри. И вот прямо перед тем, как выходить первым конкурсантом, нам сказали, у вас в этот раз только две десятки и две девятки можете поставить. Остальные как хотите ставьте. То есть ограничили нас в высших баллах. Напомню, ты кому-то поставил вчера высшие баллы? Нет, конечно, поставил. Я поставил десятку девушки из Кубы и вторая десятка из Албании. Они, да, мы сегодня с ними со всеми. Особенно девочки из Албании очень здорово спело. Дело в том, что вчера была определенная сложность. Многие песни пели Борис Бугачевой на своих языках. То есть не всегда на русском. И поэтому было сложно многим. Но было интересно и для зрителей. Сегодня они будут петь свой собственный репертуар. А это еще сложнее, потому что существует... Везли неизвестные. Везли неизвестные. И вот зацепится или не зацепит зрители и членом жюри вот это вопросик. Ну ладно. О том, как это было, мы узнаем от тебя уже завтра. Поэтому тебе желаем прекрасного вечера. Он там, он там шашлык. Там сегодня сосунок накрыл поляна в шашлык и домашнее вино вот туда. А я, кстати, не ужинал, а только обедал. Так что пойду, перекушу. Сергей Лазарев... Ой, кто-то прилетел до нас. Певец-победитель первой новой волны Сергей Лазарев. Певец-композитор-продюсер Игорь...